Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха и Наташа. Да, 2 рубля и Ваша, привет. Говори погромче. Говорит, 2 рубля и Ваша, привет. 2 рубля и Ваша, вот такая вот Наташа. Сразу же первый комментарий у нас, ребята, от Артикана, 17 минут назад поступил. Ну, короче, вы стоите друг с другом. Ну, то есть Наташа и Братуха, и Вова, да? Сразу ясно, у обоих только аттестат 9 класса. Представляешь? Какие мы необразованные. Обалдеть. Ну, что ж поделать, что ж поделать. Главное, что мы друг друга стоим. Вот это хорошо, да? Да, да, да. Главное, давай пожелаем Артикану, чтобы он нашел себе пару, ёпта. Да, того, кого он будет стоить. Вот так. Написал. Фрэнк Хорриган пишет. За Фальконов только одни нетрадиционные ориентации играют. Даже легендарный пилот такой нетрадиционной ориентации за Фалькона. Не согласен. Потому что, ну, как бы... Ну, это обычный робот, как и другие. Не согласен. Вообще бред. Не обоснованно. Не обоснованная ориентация тут от Франка. Ильнур Мукаев. Я заметил, чем прокачивание ангар у блогеров, тем аккуратнее играют. То есть от обороны. Это заведомо проигрышная стратегия в этой игре. Удаляю его комментарий. Если честно, перестал смотреть твои бои. Смотрю только начало, где тот старый братуха на смерть. Не обижайся. Это сугубо личное мнение без обид. Люди меняются. Время идет. Удаляем. Ой, Ильнур много написал. В один кон меня закинуло. Закинули куда-то. Я 30 игр под... Не буду читать. Удаляю. И еще. Они могут сделать так, как хоть ты будешь фиолетовый и вести в бою все равно. И он сам себе отвечает. Выполняешь ивент кое-как только. Короче, бля, удаляю. А лучше всего его блокирую. Короче, заблокировал. Ты серьезно или шутишь? Ну да, он 8 сообщений отправил. Видимо, хочет попасть в рубрику. Он попал. Поздравляю. Но больше не попадешь. Жди амнистии, Ильнурчик. Знаешь, почему это делается? Именно я сделал это. Знаешь, почему? Почему? Чтобы неповадно было другим. Вот сейчас они увидят, что я его спамы прочитал. И тоже спамить начнут. А я их блокировать буду. Вот и все. Накажи одного. Дай урок другим. Вот и весь разговор. Я это поняла, но с этим согласна. А зачем комментарии удаляешь? Или ты что-то не поняла? Я же не вижу экран. Он просто херово тучи комментарии подправил. А, все, понял. Константин Семенов. Шторма в группе риска на нерв. Это потому, что их братуха начал качать. Понял. Принял. Принял. Понял. Оценил. Лайк поставим. И еще пальцы вверх. Сергей Рвачев. Прочти, Володя. Первое. Ты потерял навык игры в гонке ввиду долгого пропуска режима и полного расслабления в преве. Главное, не в чреве. Режимы разные. В гонке нельзя спать. И нужно башкой крутить на 360 градусов. Я, честно говоря, думал, что надо телефоном крутить. А тут башкой. Чтобы контролировать всю ситуацию. Второе. Запомни раз и навсегда. Заруби себе на носу. Выколи себе глаз. Чтобы не забыть. Если хочешь победить и маяки не просрать, делай это сам. Держи маяки. Клади за них. Да я-то понял. Конечно. А кто роботов-то убивать будет, пока я за маяками буду бегать? А? Я, главное, бегу. Ты понимаешь, сколько раз было такое? Я бегу налево. Забираю. Отпизжу там всех. Забираю маяк. Справа просрали. Бегу, блядь, направо. Слева просрали. Я-то знаю. Клади за них бота. То есть, у меня всего 5 ботов. Я еще за эти маяки ботов должен класть. Я и так их кладу. Захватывай рандому, чахлому из лик эксперта и мастера. Это все не нужно. И третье. Ты не обижайся. Но если ты хочешь играть не то, чем нравится, а то, что делает урон, а это разные вещи, то тебе нужно давно уже выкинуть спектра на тулмбасах. Дракона на випперах и прокачать фантома. Фенрира или фалькона. И первого бота. Впоследствии появления имба в мастерской уже. А ты качал за этот год всякую хуетень. Обрати внимание, что это вышесказанное актуально только в том случае, если ты хочешь выиграть в первую очередь, а не пострелять на любимом роботе любимыми пукалками. Лайк, молодец, красавчик, молодец. Ничего не буду отвечать. Я вообще тут не вижу смысла теперь писать, когда я отвечаю на видеоролики. Заходите, ребята, в группу на видео, вот эти видео, комментарии, я буду отвечать вам прямо вот-вот-вот-вот отвечать. Вот так вот, вот так вот читать ваши комментарии, отвечать. Кто еще так делает? Никто. Братуха лучший, братуха первый, братуха охуенный. Да, великий, ужасный и идеальный. Да, самый лучший, самый идеальный мужчина в мире. Сладенький. Да, самый сладенький. Давай, самый лучший мужчина в мире, поехали дальше. Сергей Рывачев, молодец, красавчик, я тебя понял. Без тебя я вообще ни хуя бы этого не понял бы, но молодец, молодец. Контра Икс, у нее на пауке вначале боится противление, синий щит над роботом. Мы, блин, этого не заметили, когда мы с тобой тестили. Ну, вернее, вернее, да, я, ну, мой косяк, типа, я должна была заметить какую-то там фигню. Ну, поскольку я не играю в ребята давно уже, ну, полгода так точно, ну, это показалось мне странным, да и не только мне, и Вове тоже, что, типа, по-разному все оно происходило так. Ну, косяк, бывает. Мы же не играем просто на ангаре пикселей, этих всех модулей и штучек-дрючек у нас нет. Да, вот и все. Ответили Контра Икс, ставим лайк, дизлайк. Так интересно смотреть, когда кого-то бомбит, безобид Вова, но спасибо тебе за все, Илья Вэйр, кайф. Играть с лагами не каждый может, так скажу. Ой, ну, так подлезал, просто ух, похлюпало там у меня. Молодец, Илья, спасибо, конечно, ну, конечно. Даже с лагами, братуха, и тот играть умеет, конечно. Спасибо, Илья. Илья постоянно позитивчик пишет, вообще красавчик. И всегда говорит спасибо тебе за все, прям всегда спасибо тебе за бои, спасибо тебе за видео. Илья, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Спасибо, спасибо. Сейчас заплачу. Сергей Молочков. О, тут, как говорится, и слезы сдуло ветром. У Гликмана, Глокмана, Гликмана, который ВР-командер теперь. Вчера был ролик, ролик, наверное, где тестился лич, на Короне и Шторме на урон. Корона сейчас лучше стала. Сергей Молочков, мне похуй. Константин, 63-74. Эти лаги начались после обновы 5-4. Играть стало вообще невозможно, в поддержку писать уже надоело. Да именно и насрать на это с большой горы. Эмуляторов уже перепробовал кучу, везде одно и то же. Константин согласен, на эмуляторах проблемы. Проблемы на эмуляторах, но давай не будем забывать, что эта игра делается для мобильных устройств. На эмуляторах ты играешь, согласен, ты играешь. На эмуляторе, имея компьютер, ты все равно играешь в мобильную игру. Это круто, это респектус. Это как-никак преимущество. Но это преимущество, согласен, согласен. Это преимущество, это большой экран, это преимущество. Я играю на компьютере на... Я бы играл на телефоне, но я играю на компьютере, потому что мне легче тут снимать видео, записывать и стримить. И обрабатывать. Вот в чем фишка, чувак. Если... И плюс, это мышка, это клавиатура. Не в этом дело. И дело в том, что если загнется любой эмулятор и не сможет VR протянуть, будет пиздец. Алис, капут, я на телефон, наверное, скорее всего, ребят, не вернусь. И воробос попрощается с братухой. Скорее всего, если у меня комп... Ну почему? А почему с телефона не будем езжать? Ну а зачем мне с телефона снимать это, перекидывать на комп, вот эти мучения? Нет. Да ну что мучения? Ладно, все, я не хочу это обсуждать, мы сейчас комментарии читаем. Ну согласен, извини. Баба. Иван Григорьев пишет. А если посчитать, сколько людей взяли эвенджеры и потратили на их ресурсы, пипец. Ждем нерв от пиксов, другого нечего ждать. То есть, он имеет ввиду, что типа сейчас эвенджеров дохера народу наберет и их понерфит. Лайкоз. Братуха, я делаю так же, как ты. Убиваю более слабого сначала, а потом более сильного. Если будешь убивать сначала сильного, можешь израсходовать боезапас. И в итоге, если даже убьешь сильного, слабый тебя чпокнет. И не всегда бывает, доведешь сильного, как Фенрир, например. Ну, снимешь ты ему щит и что. А рядом с ним, не важно, кто послабее. И все, тебе хаюк. Согласен, Александр, абсолютно. Не спорю, ситуации разные бывают. Например, если у Ареса закончилась способность, то, конечно, его нужно убирать в первую очередь. Если даже робота придется потерять, так же и с Личом дела обстоят. Ну, конечно, если он без бустов дракончика. Без способности лучше его убрать сразу, а иначе он взлетит и тебе наваляет. Короче, по обстоятельствам. Ну, а в целом ты прав. Лайкос вообще красавчик, молодец. Дополняет. От ангара все твоего зависит, конечно, и от прокачки. Потому что если у тебя ангар слабенький, то, конечно, нужно рассчитывать свои силы и убивать того, который сможет. Сможешь и смотреть на перец. Перец сможешь ты добрать второго или лучше сберечь робота и съебаться. Бля, короче, без запятых и запятаний. Я ничего не понял. Это я не понял. Я понял. Я понял, но просто он пишет, как я. Без точки запятых. Вообще красавчик, молодец. Так, держать. Александр Аксенов. Ну, понятно, понятно. Друзья мои, я о печали. Нарушился порядок мироздания. Позвольте же вам печаль мою изложить. Слушай, мне кажется, как они поняли, что я читаю на видос, они начинают поэмы строчить. Первое. В игре появился спектр. Я смотрю, как братуха играет. Учусь в приглядку. У меня появился спектр. И теория начала притворяться в практику. Второе. В игре появился Арес. Я смотрю, как братуха играет. Учусь. У меня появился Арес. Играю с пониманием. Третье. Не понимаю. Третье. В игре появился Белый Дракон. Ну, вы поняли дальше. Все. В игре появился Лич. У меня появился Лич. Братуха играет на Фантоме. Как с этим жить? Ну, понятно. Короче, да. Я понял. У меня нет Лича. Я играю на Фантоме. Ты на Личе. Твое все лопнуло. Я понял. Нарушился твой порядок мироздания. Александр Аксенов. Как я говорю, жизнь дала трещину. Ну, чтоб тебе поменьше трещин давала жизнь. Но я тебя понял. Молодец. Лайкос. Ничего не могу поделать. Лича у меня нет. Спектра на Толумбах. Давно уже надо на склад. Как ни странно, вчера в супергрейле Ча выиграл. Только качать нечем. Лайкос. Печалька. Пиздец, братуха. Ты хуже татарки. Ну, это была такая поговорка. Ну, чем-то татарку обидел. Я не знаю. Но Кирилл Курсин. Мне вообще насрать. Приморский. Эвенджеры лучше сдалека стреляют. Да ладно, блять. У тебя был баг первой обоймы в том режиме. Слышишь? Баг первой обоймы. Слышишь? Вторая обойма стреляла как положено. Меньше половины обоймы на 150. В итоге там было бы под 400 урона с полной обоймы. Это он про что? Это вообще был видеоролик про другое. Не про наш табел ролик. Я не поняла. Про другой ролик. Я не понял, Приморский. Ну, про тот ролик я просто не помню. Ну, понятно, короче. Гасты стали хуже, чем Хала. Урона меньше. Скорострельность и боезапас одинаковый. А урона меньше. Странно. Тут я не знаю. Надо проверить. Хала по любасу мощнее Гаста. Александр пишет. Быстрее перезаряжается и больше урон. Ну, лайкос поставим. Я как бы хала не меняю. У меня хала есть. Я просто шторм вешаю. Потому что его легче качать. Вовча, расскажи, пожалуйста, в следующем видео, что ты думаешь по поводу того, что на поле боя подавляющее большинство белых драконов. Изи черный. Блять, ну бред. Потому что это хороший робот. Все. Оттого его и покупают, и ставят. Ну, бред. Я не видела их прям пипец так много, если честно. Ну, если он видел, я ему объясняю почему. Потому что это хороший робот. Это роботы из топ-3. И его берут. И это говорит о том, что тебе тоже надо к этому стремиться. Ну, наконец-то вопрос закрыли, а достали эти споры. О, Егор Аканев про что-то. А, про наши с тобой Эвенджеры и Виперы. Вопрос закрыт. Ну, слава богу, что он не съязвил. Хотя, может, это и было и язва. Цикада. У меня так всегда лагает, и пинг очень большой. Я из-за этого не могу нормально играть. Статистика такая, что стыдно перед теми, кто смотрит мой профиль. Вот и у тебя причина сегодня в этом, поэтому ты так плохо сыграл, потому что лаги мешают. Ну, лайкос полностью с тобой согласен, лаги мешают, да и вообще настроение было не айс. Настроение тоже играет, зависит на игру. Лучший, смотри и завидуй. Да, 100%. Лучший, смотри и завидуй, хейтер. А мы на расслабоне. Александр Соловьев, лайкос тебе. Спасибо, братан, спасибо. Муромлайнен. Это Пан Аваст базы качает. Пан Аваст базы качает. Аваст у меня есть, Аваст, возможно, он что-то качает из этого лаги идут. Согласен с тобой, может быть. Вуха-вуха, Бэтл Борн у Паука стоит. А, понятно, понял, лайк. Спасибо. Прикинь, это у него модуль был. Бэтл Борн. Мы-то не знали, блядь. Да я уже да, читала комментарии. Отвечу на вопрос, Макса пишет. На Уэйленде в ангаре пиксов стоят три модуля. Бэтл Борн. Скорость которых не суммируется. А вот процент это есть или единица сопротивления. Да. В таком случае, как только ты стреляешь в Уэйленда, у него на 20 секунд включается сопротивление к урону на 75 единиц. Или процентов. Не могу сказать, чего именно. В описании просто не указано, в чем измеряется. Вот здесь я полностью с Максой согласен. Пишет всегда сопротивление урону на 25, на 75. А что это, блядь, значит? Не понимаю. Вовка, Эвенджеры разгоняй. Эвенджеры разгоняй. Эвенджеры у меня разгонены. Все нормально. Все хорошо. Эвенджеры крутые. Пушечки. Мизгирь Славянский. Информация к размышлению. Иногда играю в режиме против всех. Заметил, как, да, остаешься один на один с первым номером. Обычно крутые прокачанные роботы. И начинаешь его мочить, тут же вылетаешь из игры. В ангар. Пишут. Подумалось, я не устраиваю. Подумалось, а не устраивает ли пиксель для своих крутых донатеров нечто вроде охоты на простых смертных. О, свадь, блядь. А чтобы бестолковые, богатенькие игроки не нервничали, когда им начинают задирать юбки. Смертным не дают возможность наклонять уважаемых инвесторов. Такое происходило уже не раз и не два частенько бывает. Мизгирь Славянский. У тебя какая-то паранойя, чувак. Обратись к психологу, блядь, серьезно. Бред. Какая-то паранойя у тебя в натуре. Хрень. Иди к доктору, чувак. Беги. Бегом. Кстати, Фреде Гунда тоже написал. Я тоже это замечал неоднократно. И дикий Филакс написал. Та же хрень. Ребят, все с копом к этому. К психологу. К доктору, да. Пиздуйте. Вот все втроем, прямо вот за ручки и к доктору, нахуй. Доварищ доктор, блядь. За ручки или за ножки. За ручки, за ножки. Товарищ доктор, блядь, у меня там, это, вангар выкидывает, выгребляет. Иван Иванов, у меня два блица. Два блюдца. Один на халы, другой на гастах. Все зеленое. По моим ощущениям, дамажит примерно одинаково. Но играть веселее на хала. Бежишь и станешь всех подряд. Как-то так. Иван Иванов, веселый комментарий. Спасибо, бля. Пиздаст. У большинства игроков, не донатных, каждый день плохой день в этой игре. С увеличением числа... Даже так. Да. С увеличением числа речей скоро будет так каждый матч. Возможно, еще хуже. Тут от количества речей в бою зависит. Ну да, согласен, согласен. Согласен. Пересмотри прошлое видео... Ты уже зачитал комментарий? О, боже мой, опять, извини, давай. Савелий Бирюков. Пересмотри прошлое видео, что когда ты стрелял по Вейлу, думал, и на, ты, у него было сопротивление. Урону. Поэтому с 450 метров выиграли... Блядь. Выиграли виперы за счет коррозинового эффекта. Плюс у виперов, не знаю, есть ли увеличение кучности или нет. Бла-бла-бла-блядь. Ребят, одно и то же. Братухи по шапке надо дать, чтобы с девушками научился нормально разговаривать. Лайкос. А по какой шапке? Наверное, думаю, по этой. Спасибо за такие эксперименты. Очень интересно. Пожалуйста, Саша. Павел. Вова, не огорчайся, бывает такое. Хотел тебя попросить снять обзор на игру Crossout. Посмотри, пожалуйста. Мне кажется, она тебе зайдет. Конечно, зайдет, чувак, обязательно. Но не сейчас. Как-нибудь в другой раз. Но это не... Мне вообще не зашло. Муром Ланин пишет. Паучок древнеюрского периода. Шикарный мех. Класс, сказанул. Бензобак мотоциклетный на ножках. Хе-хе-хе. Хе-хе. Согласен. Че, тебе Crossout не подошел, что ли? Не-не. Вообще не понравилось. Не знаю. Что там красивого. Ну, на вкусе цвет ломастеры разные, поэтому как бы... Ильф Петров. Игра для дурачков. Ну, признайтесь. Да... Не мне самим себе тупо зашел обосрать. Давайте его тупо забаним, нахуй. Ну, да. Он тупо пришел обосрать, а его нужно тупо забанить. У кого-то были тесты Хала и ГАЗ. На данный момент Хала лучше, так как ГАЗ-то понерфили. Причем лучше дамажит и в ближке на расстояние. Но вопрос, цены на прокачку. ГАЗ-то копейки стоит. Ознакомься. Спасибо за видеоролик, Евгений Бахтин. Я, бля, прекрасно это знаю. Видос смотреть не буду, но в натуре ГАЗ-то их и Шторм копейки стоят в прокачке. Так что я их нахуй лучше прокачаю. Самый лучший день заходил вчера. Хреновый маляр, молодец. Хорошая песенка, вообще здорово. Самый лучший день заходил вчера. В начале сработал модуль Кот. Снимает 70% урода. Класс, спасибо. Мы не знали. Александр Куницкин. Братуха у Вайпера. Еще за каждую пулю идет коррозия по 5 секунд. Надо, что не будет мощнее Фалькон, например, чтобы все прошло... Блядь. Язык сломаешь. У тебя куч... Так сложно, да. Да. Спасибо, спасибо, ребят, за комментарий. Следующий. У тебя кучность стоит... У меня стоит, да. Серьезно. У меня стоит пиздец. 30% на какой-то из них... Я говорю, блядь. Не то, что 30% на какой-то из них там. 100% стоит прям. Братуха, почему ты такой долбоеб? Александр Куницкий, кстати, там. Бля, вот тут я, короче, не понял, что он написал. Тут понял, и прям обидно стало. Блядь, дизлайк. Поставим. Не будем пока банить. Джорджа. Джорджа. Братуха, там же сопротивление на пуке было первые 20 секунд. Даже иконка на Адвейл там появилась. Поэтому первые 20 секунд домах меньше проходит. Ой, спасибо тебе, большой лайк. Спасибо, не знал, не знал. Да ладно, спасибо. ТП. ТП, ну, ТП, дизлайк тебе. Я Амир Завьялов. Братуха, если что, заявку отправил профиль закрытый друзей 17. Да? Круто. Нихуй не понял. Окей, я понял. Тарас Танько. Очень интересно, как я говорю, да? Да, я что-то нихуй не понял. Тарас Танько, 12-12. Твоя цель неровно стоит на НАТО. У меня стоит на НАТО ровно. А я уже снимал, вчера на видеоролике рассказывал, как прицел не поставь, даже на стриме, да? Как прицел не поставь, так оно, как говорится, все равно будет в центр стрелять. Просто в квадратик нужно попадать и все. Да. Так что, Тарас. Так что нормально все стоит. Не еби мне глаз. Саша Бандуров. Браток, у твоего оружия кучный стоит. Имею в виду Эвенджер. Спасибо, чувак. Я знал. Умение работало на пауке уменьшение урона. Уверен, я не один это написал. Да, Илья ВР. Согласен. Лайк. Эвенджер лучше в ближке. А випперы на дальнике. Я понял. Спасибо. Снял обзор для себя. Да, Кент бреванул. Ставлю лайк. Молодец, красавчик. Я как бы для себя и снимал. Спасибо за обзор. На випперах тоже скилл за скоростерильность стоял. Да, стоял скилл на скоростерильность. Ты его вот такую хуйню несешь, пишет Владимир Родионов. Не замечаешь за собой? Карту Каньон нельзя было сразу брать. А, карту Каньон нельзя было сразу брать. И на Вейленде модуль стоит подавление урона, если это ангар пиксов. Рука-лицо. Видео бред полный. Зачем такое выкладывать? Только позориться. Наташа, пошли уже этого неадекватного человека в кавычках. Еще на тебя что-то говорит, не понимая, что сам делает. Помню, когда он с Мангустом, Саньком и так далее играл полным взводом. Руководил. Ты налево, не на то лево. Позор. Всех винил, кроме себя. Бога. Классный комментарий. Заблокировал. Пошел нахуй. Не учите, пожалуйста, что и как мне делать. Я сама разберусь без ваших указаний. Хороших и очень нежных. Молодцы вообще просто. Ну вот именно за это я и банил. Спасибо. Сами разберемся. Да, пришел, обосрал. Нахуй ты вообще пришел обсирать. Не хочешь меня смотреть, не нравится. Бля, вали, глок, там смотри, там пиши. Вау, круто, ништяк. Зачем ты ко мне пришел, бля, чувак. Я же вас не зову, блядь. В официальной группе вас не навязывают. В игре мою ссылку не видите. Вы приходите ко мне только потому, что, блядь, приходите ко мне. Потому что... Я не знаю даже почему. Где вы находите мои ролики, чтобы ко мне приходить? Да, ну все... Я же нигде не рекламирую. Плохой, плохой, да, но типа все приходят. Да. У нее на Воланде умение на повышение единиц защиты после захвата маяка. Спасибо, Михаил. Мы не знали. Пидоры против пидоров. Как обычно, частный бой между донаторами, которые играть иначе как купленных не умеют. Минусуйте это унылого, бзделоватого обзорника-позорника. Вот его нужно точно, этого чела минуснуть. Ты тупой реально настолько, что ты не понимаешь, что как бы за столько времени, сколько Вова уже играет, ну как бы прокачаться можно уже давно было даже к такому ангару это раз. А во-вторых, у меня не донатный ангар. Прям вообще не донатный. Я не играю полгода, так что иди. В пень. Снаерекс, вар, вообще-то ты стрелял с первого раза по пауку чуть не по центру, а второй обоему стрелял уже со сдвинутым к центру курсором. Это прекрасно видно, поэтому и дамаг больше. Нет, чувак, ты ошибаешься. У него просто модуль стоит. А нам похуй куда стрелять? В центр или чуть не в центр? Чувак, ты не прав вообще просто. Комментарий, дизлайк просто тебе, дизлайк вот так вот. Вообще ты не прав. Но он, бля, заведомо не прав, но он думает, что он прав, прикинь. Интересно, он напишет? Бля, да, я понял, я был не прав. Напишет, нет? Думаю, нет. Ты объясни сначала тем, которые не понимают, что нужно сделать. И пофиг. Короче, объясни, пожалуйста. Да я уже все объяснял. Просто не понимают. Там еще коррозия игнорирует урон, то есть сопротивление. А, да, мы это знали, спасибо. Братуха не тупит. Там был... Бля, я не могу про эти сопротивления уронов читать. Вообще просто пиздец. Раз это тангар пикса, возможно, у Венда стоит модуль. Бля, да мы знаем. У паука модуль стоит. Ёпсельмопсель. Там все прям... Там на Венде работал модуль. Это мудрый. Саша. А третий. Вообще. Моло. Проходит, потому что у Наташи есть умения. Да мы знаем, чувак. Тупиздень, ты кукурузный. Да, Наташа есть много умений. Тупиздень, ты кукурузный. И на девчонку наезжаешь еще. И на дочь тоже. Так, просто Ивана мы сейчас блокируем. На дочь я не наезжаю. Да и не твои это проблемы. И тупиздень, я блокирую. Я, я, ну, типа тоже прибью. Даже видно, блядь, что он шутит. Вот реально видно даже, блядь, что он шутит. Я что ли? Ну ты, ты, конечно. Ну да, понятно. Ну каковы ты людям объясняешь? Дураки. Братуха, ты сейчас то. Если робот у нее захватывает маяка, у нее завтра сопротивление, урону, такое умение и блядь. Володя, у тебя два модуля на дамаг стоят на дракоши с випперами. А на другом драконе всего один модуль дамага. Плюс ты вроде сказал, что пилоты по умениям отличаются. Из этих тестов понятно, что випперы на дальняк эффективнее Эвенжеров. Но это не новость для меня. И получается, что эти замеры по времени не объективны. Красноперый порно-актер. Так как ты у нас на стримы ходишь, я тебе, блядь, именно для тебя объясню. Я измерял, насколько мои випперы на моем драконе подходят по дамагу к первому дракону на Эвенжерах. Может он был в два раза слабее, и я, блин, брал бы тогда в первую очередь Эвенжеры. А потом бы випперы. А я узнал, что випперы я могу брать на Ямантау, в первую очередь. А потом на Эвенжерах. А Эвенжера я могу брать в Power Plant. А потом на випперах. Чувак, я, блядь, это мерил. Это измерял. Плохо, что ты этого не понял. Это тебе минус в карму, минус в твой ум, блядь. Минус, чувак, ты не догадался. Ну, хуй с ним. Еза пишет. Сложно. Роботы выбраны некорректно. Инвайдер оптимален. Чувак, блядь, чувак. Хорош, хорош. Роботы выбраны некорректно. Я, кстати, часто, часто видела от Еза Аура, да? Еза Аура, правильно? Да-да, я знал. Очень часто этот человек писал негативные комментарии. Прям очень часто. Прям, можно сказать, постоянно. Ну, короче, оппозиция такая, я понял. Толчик. А, нет, Тончик. Тончик пишет. На пауке стоял модуль. Блядь, все, читать не буду. Дальше. Правильно. Евгений Фикс, 12.10. Ты еще курсор установил не совсем по центру. Господи. А, Б. Братуха на пауке активировался в обоих случаях, как его там. Человек, играющий 5 лет в игру, не знает этого. Братуха на пауке активировался в обоих случаях, как его там. Ну, снижение урона, короче, некоторое время. А, Б. Даже сам не знает. Понимаешь, вообще, много людей вот так действительно это поняли. Что вот эти люди, которые написали, они сами поняли? Или просто они увидели, что кто-то про это написал. И решили тоже про это написать. Вот мне интересно. И причем, Кэй, 21 пишет. Человек, играющий 5 лет в игру, не знает этого, что там стоит мёдль. Я, Б. Что, в эту стычку заходил? Я, что, Б. На этого робота смотрел? Я, что, Б. Должен знать в стычке, какие модули стоят у этих роботов? Иди, ебанись об стену, блядь. Понял? Нет. Тупица ты одноразовая. Меня бомбануло, нахуй. Бомбануло. Это, блядь, стычка. Я ебу, какие там роботы. Я даже роботов не знаю. Причем там умение я должен знать. Идиот, ты тупой. Я 5 лет в игру играю, не знаю. Тебе, блядь, сколько? 15 лет, а ты идиот. Все, короче. Меня бомбануло, простите. Братуха, не переживай. Не принижай жену на людях. Некрасиво с твоей стороны. Делай скидку, что она женщина. Сам два раза затупил, но жену обвинил. Ань, Аня, что ты там? Тебя там... Смотри, он мне советует жену некрасиво принижать. А сам взял и принизил, блядь, женщину. Потому что сделай скидку, что она женщина. То есть, если женщина, значит она тупая. И надо делать скидку на это, да? Да. Взял сам сейчас. Я хоть жену там что-то где-то принизил. А он взял всех женщин обосрал. Молодец, пацан, так держать. Логика, блядь. Там еще ниже комментарии есть. Да ему я уже почти два года наблюдаю. А, Иронмен. Да ему я уже почти два года наблюдаю. Обязательно кого-то принижать надо. Либо жену, либо малонату, либо еще кого. Я хз, почему так? Откуда такой негатив? То ли дельфины там его на работе укусили. То ли белки оревки украли. То ли мешков на разгрузке рыбы было больше. Хз. Это просто лютый пиздец. Постоянно слышать такой негатив. Иронмен, два года ты смотришь мои видеоролики, блядь, с лютым пиздецом. Я тебя даже блокировать не буду, сука. Смотри дальше, блядь. Я тебя буду принижать. Нет, Иронмен приходит к тебе, причем на стрим. Иронмен приходит на стрим, сука. Он смотрит, он не может. Представляешь? Он возмущается, он возмущается, говорит, лютый пиздец. А сам ходит и смотрит, ходит и смотрит, блядь. Два года. Валя пишет, Горбанова, блядь, Гонбарова. Братуха самоутверждается этим. Не по-мужски это. Упоротый Гликман. Такое себе уж не позволит по отношению к любимым. Обалдеть, блядь. Просто Иван. А потом обижается, мол, просмотров мало. Просто Иван. Когда я такой обижался, что просмотров мало. Александр Федоров. Так мало на то, это его жена, что ли? А Раслани Халиков. С чего ты взял, что она его жена? Пипец. Не подумают и говорят, блядь. Да мы так 50%. Драк пишет. А Раслани Халиков. Я так понимаю, это жена. Да пусть не жена, а просто баба какая-то. И то некрасиво. А, то есть я не жену. То есть я тебя принижал. Понятно. Ну так они-то подумали, что я-то твоя жена. А я-то подумал, что я где-то на видеоролике про свою жену что-то сказал. Так он что получается, я принижал тебя, а он принизил тебя? Да. Типа сделает на тебя скидку, типа ты женщина, закрой глаза, что ты тупая, да? Да. Охуеть. Чувак, ты просто молодец, молодец, охуенный мужик просто вообще. Обалдеть. Ну, я... Джентльмен. Джентльмен, Наташа. Иди, блядь. Самый натуральный. Страна непуганных идиотов. Я... Александр Аксёнов. Почему? Взяли что? Ладно, всё, давай продолжай дальше. Сейчас забыли. Александр Аксёнов. Эх, надо было фалькона на традиционалисте пощупать. Или фантом, исключённым резистами. Потому что всё остальное легко разбирается. Даже паук. Былой ужас, летящий на лапках смерти. В целом, под белым драконом недолго живёт. Лайк. Эронмен пишет. Тащусь от твоего... От вашего общения. Но обижать нату нехорошо. Ты понял, да? Ты понял, да? Только что писал. Типа, он, блядь, сик, оскорбляет. Типа, гандона тут. Я вас тащу. Я кончаю на вас. Я кончаю. Но Наташку обижать не надо. Типа, вот, смотри. Какая логика у человека? Ну, он ребёнок, ёпта. Он же глупый. У него нет своей точки зрения, позиции. Он нестабильный, как говорится. Знаешь, есть... Как это называется там? Есть стабильные субстанции, да? Есть нестабильные субстанции. Одни, блядь, в покое находятся. Другие постоянно в реакции, да? И как только ты поменяешь, например, свет на ночь, реакция может увеличиться, может уменьшиться. Тепло на холод и так далее. То есть это молодой какой-то реактив. И он... Я не знаю. Как моча в голову ударит. Вот так вот в старину говорили. ТТНХ. Такой аббревиатуры нет. ТТХ есть. Таксико-технические характеристики. А постоянно подкладывать... Подкалывать Наташу. Это низость. Для вселенского мужика. И при том, мужика написал через И. Ну, я же говорю, он школьник. Артем пишет, жиши, пиши с буквы, разве в школе не учили? Не, я братычу мужиком назвать не могу. Он мужик. Я ненавижу, когда тебя называют братыча. Меня аж передергивают. Просто реально. Да мне похуй. Ну, блин, оно так переводится. Дизель. Дизель. Ну, человек, который... Ну, человек, который называет меня братыча, он хочет меня ужалить. Но он не понимает, что мне похуй. Мне даже это радостно. Я сразу вижу отношение человека ко мне и уже понимаю, что что-то от этого человека можно ожидать и держу его на расстоянии нахуй. А еще я готов его нахуй послать. В принципе. Ребят, если я послал вас нахуй, это просто я оградил вас от своего общения. Вот и все. Все, идите. Ну, типа... Куда вас послали. А можете не идти, но просто не пишите. Дима Дизель, я-то в курсе, он тоже на стримы приходит. Дима, ну ты же-то точно знаешь, что он братуха, а не братыча. Вот, блядь, зачем? Сука, объясни просто. Вот зачем? Дизель пишет. Еще надо было против... А, он не писал, братыча. Это и Ренмен писал. Дизель пишет. Еще надо было против современной меты потестить эти пушки, чтобы НАТО вышло на фантомчики 12 уровня или Ч12 уровня. Ну, надо было. Но мы... Я и так старался не забыть, что зачем тестить. Там порядок у меня был пушек, так что если перепутал бы, Наташа отвлекала, я перепутал бы, то... Ну, что сразу я вот так? Ну, все. Так, Алекс, просто паучка... Ты не стой, стой, извини, перебью. Так, Дима писал, братыча, или не писал? Дима нет, Иронмен писал. А, понятно. Что типа я братычу мужиком назвать не могу. Он мужик. Понятно. Ну, бред. Какая-то ерунда. А потом Дизель писал сообщение. Так, и так. Алекс, просто паучку видать разрабы сопротивления какой-то добавили по умолчанию. Вообще загадка. У Алекса загадка. Все уже про модуль, блядь, знают. А он про загадку. Ну, он типа вот адекватно свое написал сообщение, не читая комментарии. Очень молодец, красавчик. А физический щит Рэйвена? Говорят. А что, у Рэйвена физический щит есть? Артем пишет. Артем пишет. У Рэйвена нет физического щита. АК пишет. Она вывела Вейланды и мне приснился Рейджин. Так, короче, АК что-то пьяный или что-то в этом роде. Леха Красноярск пишет. Надо было пилотов снять с роботов. А то на одном все вкачано, а на другом нет. Что за неадекватный тест? Для кого ты снимаешь такие обзоры? Я знаю твой ответ. Я так хочу. Нахуй тогда вопросы задаешь. Я не для вас этот тест сделал, а для себя. Вам интересно было, надеюсь, посмотреть. Карла пишет. Вот заморочила, нашел братуху, пойди. Вот заморочила, нашел братуху, пойди. На виперах тоже стоит умение на раскрутку. Больше туда ставить нечего. Точности нет. Ничем от меня отличается тест. Ой, ребят, ну, я устал уже объяснять. Бедная Малоната. Весь видос отгребала от братухи. Лайкот. Леша Лебедев, зачем ты взяла робота, блядь? Здесь, это я говорю, типа, он так нас. Э, чтоб ты его убил. Наташенька, приветик. Братуха, привет, мучай. А, братуха, привет, мучается с тобой. Это пустырь. Нет, это улица. Было, было. Ну, ты реально, блядь, если видос посмотрела, куда я тебя звал? На улицу. А ты куда-то на пустырь ушла. Нормально я ушла. Да хуёво. Не, ну, для видоса получилось прикольно. Андрей ВР, братуха, какой у тебя телефон? 2 18 76, блядь. 315 75, записывайте. У братухи телефон малонатый. Он, я не знаю, он спрашивал мой номер или как? Ну, как-то так. Я думаю, что спрашивал, какой у тебя телефон. Малонатый пишет, у братухи Samsung S7. Артём пишет, он на компе через эмулятор играет, если вы об этом. О чём, куда умнее. Да, блядь. Если что, видео можно обрезать. Ваня Петров дал совет. Вообще-то мы его нахуй не обрезали. Зачем? Я ничего не обрезаю, у меня всё на одном кадре. Ну, лайк, спасибо. Екатерина пишет, спасибо, со всем согласен. А, ну всё, в принципе, время бесцен. Все комментарии сегодня ответил, их было просто дохерища. Спасибо, ребята. Даже разрабы дали название в умении традиционалист с намёком. Ага, да-да-да, там типа как гомосеки на фальконах играют. Ну, я понял. Спасибо всем, ребят, большое. С вами был братуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лалки, дизлалки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. Наташка, пока. Пока, ребят.